Здравствуйте! Каждый день, вечер и утро репортер 73 расскажет о значимых событиях из жизни нашего региона. Реальность сама складывает картину дня. В студии Екатерина Мазуряк. Смотрите сегодня в программе. Стальная гарантия. Запустили мы этот окрашенный комплекс на деньги, опять же, развитие, развитие промышленности. Вот, деньги в действии. Металлургическая компания из Ульяновска. Импортозамещение и экспорт без перебоев. Знай свое прошлое и настоящее. Понравилось то, что освещает о событиях современного времени, то есть то, что происходит сейчас и как изложена информация. То есть она представлена не сухими фактами, а с тобой буквально как будто ведут диалог. С 1 сентября старшеклассники будут учить историю по-новому. Быстрые и благородные. Жебез непростой, далеко не простой. Очень горячий, как бы мы долго к нему приспосабливались. Но, тем не менее, мы нашли к нему ключ, в принципе. Ну и работаем, вот второй год, и пока все у нас получается. Бескомпромиссная гонка на Ульяновском ипподроме. Замещаем у себя и выходим на рынки других стран. Экономическую нестабильность 20-го и 22-го годов выравнивают отечественные производители, работающие на полных мощностях, в качестве опоры субсидий от государства. Один из примеров Ульяновская стали-литейная компания. Первая в России получившая финансирование по совместной программе регионального и федерального фондов развития промышленности. Деньги работают, работа кипит, металл укращается. Как именно, расскажет Маргарита Матюшинская. Приручают металл с 2013 года. Профессионалы преданную делу, о которых также метафорично, можно сказать, сделаны из стали. 130 человек ежедневно обрабатывают тонны раскаленного железа. Эта работа, как сказать, для настоящих мужчин с металлом работаем, с жидким горячим металлом. Это не каждому дано. У нас круглосуточная работа. Смену передает другой начальник смены. Главное, чтобы у нас было по охране труда, по технике безопасности, все в порядке, чтобы люди работали, были здоровы. Производство во всех смыслах тяжелое, специализирующееся в том числе и на чугунной продукции. Поставляют ее во многие субъекты Российской Федерации. И даже во время санкционного прессинга сбоя не случилось. Мы обратились в фонд развития промышленности Ульяновской области и попросили помощь под приемлемый процент. В общем-то, у нас получилось, нам выделили деньги. И, в общем-то, это дало толчок для развития, предприятия. 3000 тонн продукции произвели за прошлый год. Выйти на 4000 планируют в этом. В помощь новые цеха с современным оборудованием. Буквально в мае месяце этого года мы запустили окрашенный комплекс. Это требование нашего партнера, КАМАЗа. Запустили мы этот окрашенный комплекс на деньги. Опять же, развитие фонд развития промышленности. Вот, деньги в действии. Многие процессы автоматизированы, но рабочим здесь есть чем заняться. Кстати, несмотря на события 2022 года, предприятие не ощутило каких-то кризисных моментов. Наоборот, амбициозные планы строят на будущее. Новые партнеры, расширение производства, интенсивная работа без потери качества. Цель – сталилитейной кампании, к которым она идет, невзирая на высокий экономический градус. Маргарита Матюшинская, Сергей Рябухин, репортер 73. Ремонт и награждение достойных. Сразу два события в Ульяновской областной детской клинической больнице. Из федерального и регионального бюджета выделили около 68 миллионов рублей на совершенствование материально-технической базы и капремонт приемного отделения. В первую очередь это скажется на скорости оказания медицинской помощи экстренным больным. Все важные процедуры перенесут в одно отделение. Выдающихся медицинских работников отметили премиями в пяти номинациях. За верность профессии, за доброе отношение к матери и ребенку, лучший сельский врач, лучший специалист с высшим медицинским образованием, а также лучший медработник со средним медобразованием. Тему продолжит Павел Петриков. Все ради здоровья и удобства пациентов. В детской областной клинической больнице еще в 2021 году отремонтировали консультативно-диагностический центр, а также онкологическое и травматологическое отделение. Оборудование было закуплено в основном в 2021 году. Часть поставки осуществлялась в 2022 году. Это такие крупные единицы оборудования, как рентген, ультразвуковое оборудование, лабораторное. Вот оно, в принципе, сейчас уже все находится в отделениях и все функционирует. И на этом модернизация не остановилась. В июле этого года приступили к ремонту помещения приемного отделения. Главный вектор соответствия всем современным требованиям медицинского обслуживания. Основные изменения затронут логистику. Всех пациентов будут принимать на первом этаже. Это особенно важно для экстренных больных. Кроме того, в отделения разделяют потоки. Для плановых один вход для экстренных, возможно, инфекционных. Другой. Какими бы ни были помещения и аппаратура, современная медицина невозможна без квалифицированного надежного персонала. Лучшим работникам вручили премии. Выбор был достаточно сложный, потому что все кандидаты были очень достойны. И все за отработанный период времени в наших медицинских организациях добились немалых результатов. Но, тем не менее, есть и призеры. Один из важных критериев отбора – не только качественное выполнение своих профессиональных обязанностей, но и дополнительные достижения. Например, открытие новых методов лечения, диагностики и так далее. Всего пять номинаций. За верность профессии, за доброе отношение к матери и ребенку, лучший сельский врач, лучший специалист с высшим медицинским образованием, а также... Лучший медицинский работник со средним медицинским образованием – Елизарова Ирина Косымовна. Ирина Косымовна – заведующая ФАПом в Чердакинском районе. Обслуживает деревню Рузаны и село Малаевка. Под ее медицинской ответственностью около 400 человек. Я с детства любила лечить животных. И всегда старалась с детства помочь всем, кто нуждался в помощи. Я, во-первых, родилась в этой деревне и осталась. Где родился, там пригодился. Ну и там около 30 лет уже лечу своих. Своих пациентов знают от и до. У кого сахар, у кого гипертония. Люди ей благодарны, доверяют. Если хоть раз сказали спасибо – день удался. А слова благодарности Ирина Косымовна слышат регулярно. Павел Патрюков, Сергей Ребукин, репортер 73. Успехи Ульяновской области в вопросе обеспечения безопасности дорожного движения отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснулин. Согласно статистике, показатель смертности в ДТП на региональных дорогах снизился на 25%. Достичь положительного результата удалось в том числе и благодаря участию региона в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги». О промежуточных итогах этой и других федеральных программ Ульяновской области расскажем в следующем сюжете. Инфраструктура, здоровье, экология и многое другое. Главная цель всех национальных проектов России – улучшение качества жизни каждого жителя огромной страны. Взять, к примеру, дороги. Транспортное эксплуатационное состояние автомобильных дорог напрямую влияет на обеспечение безопасности участников дорожного движения. За четыре года реализации национального проекта на территории нашего региона приведено в нормативное состояние порядка 500 километров автомобильных дорог. При этом ежегодно отмечается увеличение темпов дорожного строительства. Сезон дорожных работ в Ульяновской области близится к завершению. Выполнено 84% от плана по нацпроекту в 115 километров. Ремонт комплексный – это не только укладка асфальта, но и укрепление обочин, нанесение новой разметки, установка освещения. В зоне внимания не только трассы федерального назначения, но и дороги муниципальные. Например, участок у Степановки в Барыжском районе. Проблемный отрезок, давно пользующийся дурной славой у местных жителей. Вот за эту дорогу прям огромное вам спасибо. Вот это, да? Да, за ваше решение, потому что это на базарный Сызган, а тем более у нас больницы с базарным Сызганом они объединены и заездят к нам. Вот это был самый поганый участок. Ну, в общем-то, я считаю, 360 миллионов в целом на ремонт дорог в районе – это достойная сумма. Поэтому дальше будем также продолжать. Здесь же, в Барыжском районе, в селе Водорадск, к завершению подходит строительство дома-интерната для пожилых и инвалидов. Социальное учреждение для одной из самых уязвимых групп населения возводится по национальному проекту «Демография». Сейчас рабочие приступили к внутренней отделке помещений и проведению технических коммуникаций. Несмотря на возникающие трудности, закончить обещают ровно в срок – к 20 октября. Инженерия, вот как раз отставание по инженерии, по внутренней – это отопление, водопровод. Ну, сейчас, наверное, наверстывается. Сейчас вот работаем над тем, чтобы мобилизовать дополнительные силы сюда и подтянуть эти системы. Еще одно масштабное строительство невозможное без федеральной поддержки – капитальная реконструкция водоочистных сооружений в Ульяновске и Барыше. Основная цель – в три раза сократить количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в Волгу. Проект стоимостью почти в 5 миллиардов рублей предусматривает несколько этапов. Работы по обновлению первой очереди в Правобережье подходят к завершению. Восстановление бетонных конструкций – это замена всего аэрационного оборудования на современное. Это реализация современных методов и принципов очистки сточных вод. Здесь организован полный цикл удаления азотной группы с деникрификацией и нитрификацией. В том числе здесь предусмотрен процесс полного удаления доведения фосфата. Закончить пусконаладочные работы и ввести обновленные сооружения в эксплуатацию планируется этой осенью. История пишется ежедневно. В этом году старшеклассники по всей стране получат обновленные учебники истории, работу над которыми возглавил помощник президента, бывший министр культуры России Владимир Мединский. Параграфы прошлого изучила наша съемочная группа. Новый учебник дополнен теми событиями, которые происходят в нашей стране, значимыми событиями. И в учебнике в том числе появился раздел, связанный с причинами специальной военной операции, вхождением в состав нашей страны новых регионов. В новые регионы новые учебники уже поступили. Только подшифтный Лутугинский район получил от Ульяновской области более 300 экземпляров. Сам 73-й регион закупил почти 8 тысяч книг, где изложены события, начиная с 1914 года. Финальные параграфы буквально в наши дни. Давайте с вами откроем Россию сегодня. Не было таких учебников, чтобы мы изучали сегодняшний период. Мы всегда заканчивали там, ну, в 12-м году, да, за несколько лет до сегодняшнего времени. Обратите внимание, учебник заканчивается событиями 23-го года. Книга представляет собой два пособия – история России и всемирная история. Таким образом складывается неразделимая картина событий. Екатерина Беркутова выбрала историю как профильный предмет на ЕГЭ. Я считаю, что в данном учебнике описана одна из самых важнейших тем на данный момент. Здесь освещается политическая ситуация в нашей стране. Я считаю, что это один из самых интересных параграфов, потому что нас эта тема обучает уважительному отношению к нашей родине, что развивает в нас патриотизм. Понравилось то, что освещаются события современного времени, то есть то, что происходит сейчас, и как изложена информация. То есть она представлена не сухими фактами, а с тобой буквально как будто ведут диалог. Очень примечательен авторский коллектив, особенно человек, который много сделал не просто для развития отечественной науки, но и для ее популяризации истории. Я имею в виду профессора Мединского. В списке авторов – академики Анатолий Таркунов и Александр Чубарьянов. Новое пособие станет единым учебником по всей стране, большая часть тиража которого печатается в Ульяновске. Маргарита Матюшинская, Сергей Рябухин, репортер 73. Нас узнает вся Россия. С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 Ульяновская область примет участие в международной выставке-форуме «Россия» на территории ВДНХ. Подготовка к событию в разгаре. Регион защитил концепцию оформления своего стенда. Впереди два месяца на его монтаж. Основной лейтмотив – демонстрация развития индустриального субъекта Центральной России со всеми его компетенциями в высокотехнологичных отраслях и стремлении создавать условия для комфортной жизни, работы и творчества молодежи. Что именно представим на суд публике, расскажем далее. С 2017 года в Ульяновской области локализовано свыше 60 высокотехнологичных производств в передовых отраслях. Альтернативные энергетики, станкостроение, металлообработки, сфере композитных материалов сохранили и укрепили свои позиции авиа- и автостроение, а также область ядерных исследований. Именно на это сделан упор в концепции стенда региона, благосклонно принятого организаторами. Мы наладили хорошее взаимодействие с дирекцией выставки и определена сама площадь под застройку стенда. У нас определен идеологический и физический подрядчик по исполнению всех работ. Мы защитили свою концепцию стенда у руководителя федерального оргкомитета выставки, первого заместителя, руководителя администрации президента Сергея Владимировича Кириенко. Центральной частью экспозиции Ульяновской области станет полноценная кабина военно-транспортного ИЛ-76МД-90А, вокруг которой разместят модели ветрогенераторов, роботизированный экран в зоне презентации, образовательную зону Квантуриум и стенд водных ресурсов региона. Последняя центральная часть тематической секции — укрепление российской идентичности через развитие индустрии гостеприимства и туристических продуктов. Окончательная стоимость участия Ульяновской области в выставке подсчитывается. Известно, что... Финансирование ее будет не только бюджетное, но и из внебюджетных источников. Ну и, безусловно, мы планируем, что все, кто будет принимать участие, а это и авиационный кластер, автомобильный кластер, композитный кластер и так далее, это образовательные учреждения, это высшие учебные заведения, что все они тоже присоединятся к мероприятиям и сделают свой вклад и содержательный, и финансовый. Запомню, выставка проводится по поручению Владимира Путина и откроется 4 октября. 29 ноября отмечен в ее календаре как День Ульяновской области. Евгений Луковкин, Максим Архипов, репортер 73. Ульяновская область – регион многонациональный, и помимо коренных народов на нашей территории проживают и представители других государств. Так, в 1993 году в Ульяновске основана армянская община, в структуре которой и по сей день совет старейшин и совет молодежи, а главная задача – сохранение родной культуры и приобщение к ней соотечественников. Служить этой миссией будет и Армянская апостольская церковь, открытие которой состоялось в воскресенье 27 августа. Подробности далее. Величественное каменное здание, купол которого венчается крестом. В Ульяновске на территории сквера механического завода открылась Армянская апостольская церковь святого Григория Просветителя. Это очень важное событие, потому что за пределами исторической родины армяне всегда стараются создать церковь, чтобы имели возможность исповедовать свою религию, свою конфессию. И мы очень благодарны правительству Ульяновской области, губернатору и администрации города Ульяновска за предоставленную возможность. Церковь возводилась 10 лет. Камень для строительства доставляли из Армении. Открытие – большой шаг к укреплению межнациональных и религиозных связей в нашем регионе. Русский народ и великий древний армянский народ, они всегда жили в дружбе и взаимопонимании. Нет таких в нашей истории моментов, чтобы между нашими народами были какие-то неприятности. Вот от всей души желаю, чтобы эта дружба, она только лишь крепла. И в знак этой дружбы армянское духовенство подарило икону «Тайная вечеря» Русской Православной Церкви. Продолжилась программа традиционными армянскими песнями и танцами. Но в первую очередь этот праздник для людей, представителей народа, проживающих в Ульяновской области. Сегодня открылась наконец-то армянская апостольская церковь. Мы безумно рады с моим супругом Азат Михайловичем, что это наконец-то случилось. Мы очень давно шли к этому, и для нас сегодня очень радостный день. Хотим разделить это со всеми. Спасибо всем, что вы сегодня здесь. Никита Лунин, Максим Архипов, репортер 73. Ундория 2023. Несмотря на осень и начавшиеся дожди, геопарк продолжает встречать гостей. А его сотрудники проводить экскурсии по побережью Волги, в дну Древнего моря и в музее по основной экспозиции. В здании лучшие образцы окаменелой летописи эпохи динозавров. На берегу россыпь древних артефактов. От мельчайших беремнитов до гигантских аммонитов, а иногда и до целых скелетов морских рептилий. Тема продолжит Евгений Луковкин. Так из груды породы извлекаются как рядовые ископаемые, так и уникальные экспонаты. Но не только так. За особо ценными и важными находками ульяновские палеонтологи приезжают с циркулярками по камню. Вырезают целые пласты, в которых заключены окаменелости. Великаны и карлики Древнего моря. Миллионы лет донные отложения аккумулировали в себе частицы древнейшей истории современной Ульяновской области. Сегодня обрывистый берег водохранилища отдает их, постепенно приоткрывая тайны эволюции. Год от года мы встречаем окаменелости лучшей сохранности. Либо это новые виды, либо это виды, которые мы подразумеваем как потенциально новые для науки и нуждающиеся в последующем научном описании опубликований. Здание Ундоровского палеонтологического давно уже не может вместить в себя все находки специалистов. Пришло время строить новое. Этот вопрос сегодня в регионе на особом контроле. Геопарк Ундория стал еще одним знаковым природным брендом региона, наравне с Национальным парком Сенгилейские горы. Подана заявка на включение Ундории в систему ЮНЕСКО. Сегодня же практически все посетители музея отмечают его камерность, а вместе с тем душевность персонала. И, конечно, отправляются на экскурсии по берегу Волги, дну Древнего моря. Весна-осень школьники, просто школьные группы, также любители, причем издалека часто приезжают. Чаще всего, конечно, это Самара, Казань, Пенза какая-нибудь, но иногда там с Урала, с Хабаровска даже недавно люди приезжали, причем чисто именно в музей. Часто туристы несут сделанные во время посещения геопарка находки в музей. Также часто на берег совершают налеты черные палеонтологи. С ними пытаются бороться, но системе охраны геопарка явно нужно усиление. Что возможно сделать и как Ундория планирует развиваться дальше, расскажем в репортаже, который выйдет в эфир 29 августа. Евгений Луковкин, репортер 73. В минувшую субботу на Ульяновском ипподроме прошел большой конно-спортивный праздник. 12 заездов лучших рысаков России старшего возраста из Ульяновска, Саратова, Тамбова, Раменского, Оренбурга, Липецка, Чувашия и Татарстана. Бескомпромиссная гонка за главные призы этого сезона, в том числе на Ульяновском ипподроме, разыграли кубок губернатора Ульяновской области. Подробности у Павла Петрикова. Эмоционально, драйвово, исключительно зрелищно. Зрители скандируют, поддерживают выборную лошадь и, разумеется, наездника. Конная бега, пожалуй, единственный вид спорта, практически не изменившийся с момента появления. К дресс-коду особое внимание, шлем, камзол, элементы обязательные, при этом отражают индивидуальность наездников. Но Ульяновском ипподроме – главное событие бегового сезона и этого года. Разыгрываются большие призы среди лошадей, рысистых пород. Сегодня у нас собрались на ипподроме лучшие лошади со всей страны, лучшие наездники. Сегодня главные призы у нас берет Каптрашитов Раиль, это лучший наездник России пять лет подряд. Сегодня на дорожке ипподрома Андрей Вилкин, который в прошлом году взял всероссийский приз дерби. Поэтому у нас сегодня бескомпромиссная борьба и борьба не, побоюсь этого слова, всероссийского масштаба. Тут есть с кем посоревноваться, есть кому навязать борьбу. В губернаторском заезде первым к финишу пришел фаворит, обладатель множества традиционных призов на различных ипподромах. Победитель в большом всероссийском призе дерби – Раиль Габдрашитов. Мастер-наездник в сине-желтом камзоле, шлем – синий. На дистанции Раиль обошел главного конкурента – наездника Матвеева Николая. Все у нас по плану шло, никаких отдельных подготовок не было. Конкретно за «Таутандера» я могу сказать, что «Жебес» на данном ряду пока беспроигрышный. Я надеюсь, что будет беспроигрышным. Конечно, дорожка немножко не его, поворот для него крутоватый. Он не показал то, что мог показать. Ну, я думаю, ничего страшного, главное была победа. У Раиля конь родом из Швеции. По характеру, как в песне «Дьявол и огонь». «Жебес» непростой, далеко не простой, очень горячий, мы долго к нему приспосабливались. Но, тем не менее, мы нашли к нему ключ, в принципе. Ну, и работаем, вот второй год, и пока все у нас получается. Принцип работы мастера-наездника – заботиться о лошади и всегда стремиться к победе. Павел Петриков, Алексей Юферев, репортер 73. «Победа» – последний раз это слово стояло в одном предложении с названием Ульяновского футбольного клуба 23 июля, когда волжане дома переиграли брянское «Динамо». После этого черная полоса – четыре матча, не то что без побед, без очков. Да, в Кубке России случилась яркая виктория в матче против Ульяновского университета, но в чемпионате дела у «Волги» складывались не лучшим образом. Удалось ли подопечным Андраника Бабаяна исправить ситуацию и прервать черную полосу невезения, расскажем далее. Первые минуты можно смело занести в актив ульяновской команды. Волжане провели несколько неплохих атак. Но игру, набравшую был и ход, остудил «Ливень», внесший свои коррективы в действия футболистов на поле. В концовке первой 45-минутки соперники обменялись несколькими быстрыми атаками, но счет открыть так и не сумели. Да, и игра тоже была. В первом тайме немножко много сумбура было. Много борьбы, сумбура, спешили. Ну, чтобы побежать, надо забивать свои моменты, которые были. Как минимум два сто процентов моментов надо забивать. Тогда было бы, я уверен, было бы другое настроение и другой результат. Львиную долю второго тайма соперники провели в безуспешных попытках подобрать ключи к воротам друг друга. На 82-й минуте трибуны взорвались овацией. Данила Емельянов шикарно замкнул фланговую передачу. Но радость трибун была преждевременной. Мяч попал в сетку ворот, но с наружной стороны. Ульяновцы же продолжили грузить передачами Ислама Аль Султанова. И эта практика принесла плоды за три минуты до окончания основного времени. Форвард Волги пробил с линии вратарской, и мяч мимо галкипера влетел в сетку. Впереди еще очень много работы, и это только маленький шажок к тому, к чему мы стремимся. И есть хорошие позитивные моменты в игре, которые хочется дальше развивать, приумножать и улучшать. Оставшееся время Волга провела в глухой обороне, и в конечном итоге удержала минимальное преимущество. Сухая победа стала отличным подарком не только игрокам и болельщикам, но и галкиперу Волги Андрею Климовичу, отмечавшему в этот день 35-летие. Желто-черные прервали серию из четырех поражений в чемпионате страны. Закрепить успех подопечная Андраника Бабаяна попробуют дома. 3 сентября на стадионе Труд волжане сыграют против Омского Иртыша. Завтра в школу! Больше там не нужно! Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-экспресс. Мама, завтра в поход! Мне нужно все! Казань-экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Встречайте обновленный фестиваль роботов и нейросетей в ТЦ «Звезда». Технологии шагнули вперед. Супер гибкий робот-танцор, робот-двойник Эйнштейна, робот-садовник. Игры с нейросетями, шоу летающих голограмм. Самые яркие впечатления для всей семьи. С 17 августа по 8 октября. Фестиваль роботов в ТЦ «Звезда». Меня зовут Яла, мне 5 лет. Я хожу в детесады и люблю кушать волши. Моя мама работает на работе, где тостут огуречки и педоры. Когда я вырасту, я буду работать огромным. Стань частью команды. 31-73-72 Завтра в школу! Мне нужно всё! Казань Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Игры с головой. Игры с головой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова